Всем привет! Меня зовут Тернес Чуков и это программа Сурового выходной. Сегодня мы в Усть-Джигутинском районе. И в этой программе я вам расскажу об одном из самых любимых увлечений настоящего кавказского мужчины. Это конечно же лошади. Для этого мы приехали сюда. Это место называется Старый Джигутинский ипподром. И я в составе таких же любителей, вот этих умных животных, отправлюсь в небольшое путешествие. Путешествие это будет по всему Джигутинскому району и продлится оно, внимание, 50 километров. Да, я проеду верхом на вот этом скакуне 50 километров. Зовут его Мальчик. Не все хозяева лошадей отличаются креативным мышлением, кличком. Но, тем не менее, мне сказали, что он самый спокойный и самый умный. Оставайтесь с нами. Через несколько минут мы начинаем. Вперед! Пошли! Перед тем, как отправиться в это путешествие, мы с моим жеребцом немного познакомились. Субтитры создавал DimaTorzok Я надеюсь, мы нашли общий язык с ним. Он меня слушается. Ну, а я буду делать так, чтобы мой этот путь не был очень сложным. Пойдем познакомимся с другими участниками. Пойдем дальше. Более ста всадников этим утром собрались здесь, в районе старого ипподрома города Узджигута, чтобы отправиться в путь длиной 50 километров. Цель проста – проверить своих лошадей, проверить свои возможности и просто получить удовольствие. А заодно и приобщить других людей к такому виду отдыха, да и к здоровому образу жизни в целом. Перед дальней дорогой пожелать удачи всадникам пришел глава Узджигутинского района, сам заядлый лошадник. Ну, вы знаете, что на Кавказе к лошади вообще особые отношения. Горец без лошади – это практически не горец. Поэтому вот такого плана, ну, сборы, стихийно, они регулярно проводятся. Люди разных возрастов, разных поколений собираются вместе, походы устраивают. Ну, в последний год особую популярность приобрела вот именно вот такого рода походы, ввиду того, что у нас и конные пробеги на средние, длинные дистанции у нас происходят, и регулярно на чемпионате России, на мире наши лошади участвуют, выигрывают. И вот сегодня особенно приятно, потому что вот джигутинцы собрались, и к ним еще с других районов гости приехали. Вот они собрались сегодня поход сделать. Это в первую очередь поучительное и для нашей молодежи, потому что пусть дурака не валяют, а пусть садятся на лошадь, пусть катаются, пусть оздоравливаются. А вот я думаю, что популяризировать вот это, безусловно, как бы наша общая задача. Вы известный тоже большой любитель лошадей. Как в силу своей занятости успеваете? Ну, к сожалению, так часто, как мне хотелось бы, у меня тоже не получается. У меня есть своя лошадь, кстати, она сегодня тоже будет участвовать. Вот мне особенно приятно, что ты в этом деле тоже не любитель, будем так говорить. Я думаю, что от того, что вот такие сборы, даже стихийные, даже не стихийные, если мы сами будем организовать, ничего в этом страшного нет, наоборот, мы должны вот это все популяризировать. И вот сами видите, вот люди разных возрастов, это же прекрасно. Да, меня очень удивило, что столько людей, причем, как я понимаю, это не было никакой широкой рекламной кампании. Просто несколько людей собираются, позвонили друг к другу. У нас вот они здесь присутствуют, несколько энтузиастов, ну, все на энтузиазме делается. И вот они друг к другу перезвонились с другими районами, вот делегации тоже приехали. Вот следующие уже намечают там на Гумбаши. Ну, позовете? Обязательно, обязательно, с удовольствием позовем. Вот сегодня однодневный вот маршрут. Тут несколько, ну, многодневные маршруты тоже имеют место быть. Они и проводятся, и я думаю, что следующий маршрут тут на территории Гугутинского района, ну, с ночевкой, вот мы так планируем делать. Все хорошо, спасибо. Спасибо, что уделили нам внимание. Спасибо. Несмотря на отговоры всей съемочной группы, в это дальнее путешествие отправился и я. Наш путь пролегал через горы, лошади шли примерно в одном темпе, и поначалу дорога не доставляла мне неудобств. Субтитры сделал DimaTorzok Мы сделали пятиминутный буквально перерыв, привал. Наша вереница немного растянулась, поэтому мы дождемся остальных. Я был в лидирующей группе. Ну, а пока лошади немного переведут дух. Всадники проверят еще раз обмундирование, экипировку. И через несколько минут мы тронемся. Наше путешествие продолжается. Прошли мы порядка, может, одной четвертой части. Все еще впереди, оставайтесь с нами, будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Духом светел и чист Ни подвластен, ни грязи, ни ил. Лото в темном пруду. Студия чистоты «Лотос» представляет. Впервые в Карачаево-Черкесии полностью автоматизированная ковромоечная машина от мирового лидера, производителя испанской фирмы «Катинет». Машина фирмы «Катинет» обеспечивает профессиональный уход за коврами, дорожками и ковровыми покрытиями. Выбивание пыли, накопившейся глубоко в ворсе, выведение пятен любого происхождения, мойка и поднятие ворса с помощью экологически безопасного шампуня-кондиционера, сушка в специализированной сушильной камере, студия чистоты «Лотос» – все, что нужно, чтобы поддержать чистоту дома с заботой о вашем здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двадцать пять минут на нашем тренажере равносильно пяти часам занятий в обычном зале, спа-зона, групповые занятия, спортивное питание. Наши консультанты будут рады вам помочь. Наш адрес – улица Октябрьская, 380 В. Телефон 28-42-46. 28-42-46. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас очередной небольшой привал. Дело в том, что одна группа всадников сбилась с пути, пошла по неверному пути и немного заблудилась. Сейчас мы с помощью рации устанавливаем с ними связи. Здесь, на этом месте мы вновь все вместе соберемся и доедем до основного привала, который будет километров через 10, наверное. Состояние мое пока в норме. Натираю кое-где мозоли. Ничего страшного, я знал, что это будет. Лошадь моя ведет себя спокойно. Вообще ее стараюсь не загонять, а веду так, в том ритме, как ей нравится. Все здесь доброжелательные, условия хорошие, а природа прям изумительная. Ну и погода нас радует. Дальше стало гораздо тяжелее. Веринеца всадников растянулась. Лошади покрылись потом и тяжело задышали. С каждым километром боль в спине и ногах усиливалась, но наконец-то показался финиш. О, наконец-то мы пришли. Что могу сказать, это был нелегкий путь. Лошадь устала, я тоже устал. Но хочу отдельно сказать, это прекрасная лошадь. Я за свою жизнь садился на порядка десяти лошадях и катался. Это, наверное, самое спокойное, самое умное из тех, на ком мне приходилось кататься. Зовут ее, его зеребца, этого мальчик. И отдельно, наверное, хочу сказать спасибо хозяину. А, кстати, вот он. Руслан, возвращаю тебе лошадь. Хочу отдельно сказать, да, спасибо тебе, ты хороший хозяин. Оно у тебя очень послушное. Мне расскажи, как ты ее дрессируешь. Дальше я его дрессирую. Кататься. Кататься? Наверное, просто любовь, да? Конечно. Показывать свою любовь. В общем, ничего сложного здесь нет. Любите лошадей, и лошади будут любить вас. Вот и весь секрет. А на финише нас ждал настоящий кавказский стол. Хороший кусок в вареной баранины и душистый бульон. Пожалуй, лучшее средство для восстановления сил. А вот и обещанная легенда. Даже если быть точнее, это не легенда, это исторический факт. Здесь, в глуши джигутинских лесов, в 5-6 веке, был основан аул Джаганас. И долгие годы, долгие века здесь жили карачаевцы. До 1943 года. Вот, например, в 1943 году, на момент депортации, здесь проживало 827 человек. 163 семьи. И после депортации в 1957 году сюда, на родные земли, вернулись множество аульчан. Но затем, в течение двух десятков лет, большая часть аульчан переселилась вниз, в саму джигуту. И основали там знаменитый район Джаганас. Но, по преданию, здесь оставалась одна бабушка. Она категорически отказалась уезжать из родных мест, заявив, что умрет там, где родилась. За ней, конечно, ухаживали и помогали, приезжали, навещали. Зимой она уезжала в город, летом все-таки приезжала к себе. Ну, в 70-х годах она скончалась. И, как архитектурный памятник, сейчас стоит ее заброшенный дом, который уже наполовину разрушен. Вот такая вот красивая легенда об этих местах. Мы плотно пообедали. Пора возвращаться назад. Признаюсь вам честно, назад возвращаться на лошади и проделывать такой же путь верхом я не смогу, ибо у меня все болит. Поэтому я выбрал для себя более интересный, можно сказать, но не менее экстремальный вид транспорта. Вы сейчас узнаете, о чем я говорю. Пока. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Духом светел и чист. Ни подвластен, ни грязи, ни ил. Лото в темном пруду. Ваш магазин «Спорттовары» предлагает тренажеры силовые для фитнеса, беговые дорожки, велотренажеры и липсоиды, аксессуары для спортивных единоборств. Город Черкесск, улица Балахонова, 24 и Ленина, 179, торговый центр «Поиск», цокольный этаж. Телефон 8-928-385-26-22. Подари своим близким здоровье. Студия чистоты «Лотос» представляет. Впервые в Карачаево-Черкесии полностью автоматизированная ковромоечная машина от мирового лидера, производителя испанской фирмы «Катинет». Машина фирмы «Катинет» обеспечивает профессиональный уход за коврами, дорожками и ковровыми покрытиями. Выбивание пыли, накопившейся глубоко в ворсе. Выведение пятен любого происхождения. Мойка и поднятие ворса с помощью экологически безопасного шампуня-кондиционера. Сушка в специализированной сушильной камере. Студия чистоты «Лотос». Все, что нужно, чтобы поддержать чистоту дома с заботой о вашем здоровье. Продолжение следует... Будущее уже наступило. Впервые в городе Черкесск фитнес-зал нового поколения «Реактив». ЭМС-тренировки. 25 минут на нашем тренажере равносильно 5 часам занятий в обычном зале. Спа-зона. Групповые занятия. Спортивное питание. Наши консультанты будут рады вам помочь. Наш адрес – улица Октябрьская, 380 В. Телефон 28-42-46. 28-42-46. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А вот и он – транспорт, на котором я поеду домой. Шедевр отечественного автопрома. Чудо-инженерные мысли. Пожалуй, лучшее творение российских автомобилестроителей. Кстати, вот этот красавец будет участвовать в майские праздники. В городе Карачаевске пройдет профи-спринт, посвященный Дню Возрождения Карачаевского Народа. И, пользуясь случаем, приглашаю всех посетить, а участников приглашаю зарядить свои машины и проверить возможности их. Приходите, участвуйте. Ну, а мы поедем назад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, друзья, этот сложный и насыщенный день подошел к концу. Я, честно вам скажу, порядком устал. У меня болят ноги, гудит тело. Я себе натер мозоль. Но это все ерунда по сравнению с теми эмоциями, с тем чувством счастья, которое меня сейчас окружает, которое сейчас во мне. Я очень счастлив тем, что я успел за этот день многое повидать. И на вот такой позитивной ноте, с таким хорошим настроением я хочу завершить наш сегодняшний выпуск. Это была программа «Суровый выходной». Меня зовут Эрнест Чуков. Встретимся ровно через неделю в это же время на телеканале «Архиз-24». Берегите себя и будьте счастливы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok